Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Mark II 98 года выпуска двигатель 3 литра бензин задний привод, коробка автомат пробег на автомобиле 119 тысяч километров заменю на нем ремень ГРМ и ролик натяжной на ГРМ здесь один всего ролик открываю капот и смотрю, что открутить воздуховод диффузор, вентилятор приводной ремень все это будет видно снимаю воздухозаборник один болт М6 дальше надо будет немножко откачать антифриза чтобы отсоединить патрубок для чего мне это надо я хочу снять диффузор чтобы удобнее было работать с ремнем сливать а я наверное маленько солью его с радиатора сейчас посмотрю где пробочка и снизу солью поднял машину снял пыльник с левой стороны по ходу вот он краник у нас солью маленько антифриза слил маленько антифриза сейчас сниму вот эту нижнюю часть диффузора нажимаю фиксаторы их здесь три а нет два два и сбоку сверху по бокам скобы методические и можно ее вывести а потом когда установим вот эти скобки защелкнем также откручу крепление диффузора здесь один болт головка на десять вот этот разъем нам не мешает его можно не отцеплять сверху а снизу у нас тоже нет все таки его разъединить надо потому что у нас он держится в двух местах здесь и сверху он держится на диффузоре отрывать клипсу не будем а здесь разъем разъединим и сверху разъем разъединим и вместе с куском провода поднимем диффузор нажимаем нажимаем фиксатор фиксатор сверху все снял ну и можно опустить сейчас разобрать сверху поторопился опускать раз мы снизу мы ослабим болт шкива коленвала для этого снимаем крышку лючка маховика здесь через отверстие зафиксирую маховик вот таким образом я его фиксирую фиксирую одеваю головку на 22 на болт шкива и ослабляю вот это затянуто болт похоже ни разу вообще не откручивался болт все болт ослабил опуская снимаю хомут снимаю хомут хомут маховик это это Все, патрубок отцепил. Откручиваю два болта крепления диффузора справа и слева. Все, диффузор у нас отошел. Вот разъем, про который я говорил внизу, от датчик отключил. Разъединяем его. Нажимаю фиксатор. Все, его разъединил. И также у нас с этой стороны. Вот он разъем на вентилятор. Его тоже разъединяю. Так. 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 Разъем разъединил. Теперь снимаю трубку на расширительный бачок, который у нас уходит. Диффузор можно поднимать. Отвожу патрубок и поднимаю диффузор. Все. Диффузор я вытащил. Знаете что? Хоть об этом и не говорили, но я это сделаю. Я посмотрел вниз радиатор. Вот если резкость камера навела, видно, что он частично забит грязью. Но так как диффузор у меня снят, осталось только отключить шланги на коробку и шланг нижний на охлаждение. Я наверное солью антифриз и помою радиатор. Сейчас перед летом двигателю греться вообще не нужно. Сниму еще радиатор. Антифриз пока у меня сливается. Шланги с радиатора я снял. Заткнул их болтами, чтобы масло не текло из коробки. А с этого радиатора немножко подтекает. Ну там буквально потеря будет, ну грамм 50 это максимум. Дольем масло потом в коробку. Пока все это стекает. Снимаю ремешок. Но перед этим ослабляю гаечки на вентиляторе. Ремнем у нас зажато. Накидной ключ на 12. И ремень позволяет нам ослабить гайки. Дальше берем головку на 14. Одеваем на натяжной ролик на болт. И ослабляем ремень. Скидываем его с помпы. Ну а дальше мы уже скидываем его со всех шкивов. Откручиваем 4 гайки. Ну а теперь снимаем крыльчатку вентилятора. И снимаем шкив. Снимаем верхнюю крышку. Шестигранник. Пятерочка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 все кронштейн можно вниз опустить и до болта уже добираемся так 1 болт 2 болт 3 болт 4 5 болтов крышка отошла простая система в надежном двигателе ничего изобретать не нужно проверю я еще метки в принципе у нас выставлено все я для себя маркером помечу на старом ремне и помечу на новом ремне когда установлю помимо заводских меток я еще и по ремню проверю вот я свои метки просто делаю и так же на коленвале и еще хочу просто показать все это состояние двигателя все да не все многие усомневаются в его пробеге есть сомнения но вот в таком он состоянии под крышкой ослабляю снизу натяжитель два болта на 12 или один один болт на 12 сзади тоже один болт должен быть я его не вижу а все вижу ослабляю все КОНЕЦ Посмотрел, по идее шпонка должна стоять вертикально, параллельно крышке маслонасоса, а здесь шпонка на бок, вот эти точки, они не являются метками, и выставлял по шкиву приводного ремня на коленвале метку, там еще вторая была метка, вот надо быстрее всего было по второй выставлять, но это не смертельно, Доворачивать я сейчас ничего не буду, я сниму старый ремень, поставлю новый, относительно даже тех меток, которые еще сделал я, а потом доверну коленвал по штатным меткам, которые должны быть, это вот она, прорезь здесь, прорезь здесь, и тогда на коленвале шпонка должна стоять вертикально, и здесь будет своя метка, вот на крышке. Маслонасоса, точка есть, следовательно, и на звезде тоже должна быть, ну поставим, ну все, дооткручиваю от натяжителя болт до конца. Здесь на натяжителе есть фиксатор, я его сейчас сдавлю и зафиксирую для установки, а потом, когда уже поставим ремень, фиксатор выдернем и все. Эти метки сейчас перенесу на новый ремень, Также беру и откручиваю натяжитель, не натяжитель, а рулик. Шестигранник на 10, Вообще не затянут был, вообще, легенько-легенько пошел. Беру новый ремень, Новый ролик LAT-1008B Переставляю болт в шайбу. И закручиваю на место. Ременьieurs. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Переношу на него метки и устанавливаю Субтитры сделал DimaTorzok